Александр Михайлов, советский российский актер театра и кино, кинорежиссер. Совесть российского кино, настоящий русский мужик и символ спокойного времени. Так многие характеризуют артиста сегодня. Красивому и статному мужчине посчастливилось воплотить на экране ряд народных образов, которые обрели в советское время феноменальную популярность. Александр Михайлов родился в 1944 году в российском городке под названием Оловянная. Воспитывала его одна мать, Степанида Наумовна. Старообрядка, женщина делала все, чтобы ее сын ни в чем не нуждался. Однокурсница Вера Усатова, первая жена актера. Пара сыграла свадьбу в 1968 году. Через год у них родился первенец Константин. Жизнь складывалась благополучно, кроме одного. Вера не нашла общий язык с матерью мужа. Сын пошел по стопам отца и стал режиссером. Сейчас успешно ведет передачу на радио. У актера есть неврачная наследница Анастасия Михайлова. Она родилась в 1991 году от связи Александра с коллегой по актерскому цеху Ольгой Кузнецовой. Артист не собирался уходить из первой семьи ради этих отношений, но дочери он помогал финансам. С Верой Мусатовой Александр Яковлевич прожил больше 30 лет. Но новая любовь несла свои коррективы в его личную жизнь. В конце 90-х состоялась судьбоносная встреча с третьей возлюбленной, вдовой актера Владимира Васильева Оксаной. Сегодня пара счастлива в браке. Супруга Михайлова по образованию медик. Александру сыновил Влада, сына Оксаны от Первого Союза. В возрасте 58 лет актер в третий раз стал отцом. Жена подарила ему дочь Мирославу, которая в крещении получила имя Акелина. Любопытно, что в свидетельстве о рождении у наследницы было написано Алина, но в 14-летнем возрасте она сменила имя. Это решение возникло после того, как друг Александра Яковлевича, увлекающийся эзотерикой, заметил, что оно ей не подходит. Актер постоянно занят, но детям старается уделять как можно больше времени и внимания. Особенно близок Александр Яковлевич с обеими дочерьми. Мирослава в старших классах увлеклась модельным бизнесом, а после школы подала документы во ВГИК.